Администрация региона внесла изменения в положение о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства региона. Поправки внесены в том числе с учетом предложений бизнес-сообщества и одобрены в четверг на заседание администрации Ниницкого округа. Одна из поправок касается субсидий на модернизацию. По новым условиям закупаемое оборудование должно стоить больше 20 тысяч рублей, а срок полезного использования составлять более одного года. На стадии рассмотрения заявок комиссия будет проводить проверку стоимости оборудования. В случае выявления отклонения более чем на 20% заявленной стоимости от стоимости рыночной, субсидия будет выплачиваться в среднем размере по анализу цен. Кроме того, вводятся новые условия предоставления субсидий. Чтобы поддержку на данные цели предприниматель не получал из других бюджетов. То есть если мы выявляем, что он получал уже в городе на аренду или на другую поддержку, на которую он заявился к нам, то мы не предоставляем просто поддержку. Кроме того, теперь, прежде чем принять решение о предоставлении субсидий, представители департамента будут выезжать на место ведения бизнеса для осмотра оборудования предпринимателя. А для того, чтобы сделать отбор заявок на предоставление субсидий более открытым, по просьбе предпринимателей конкретизируется качественная оценка рейтинговой системы конкурса. Качественную оценку мы дополнительно разбили на показатели по просьбе предпринимателей, чтобы они понимали, на основании каких данных оценивают члены комиссии их заявки. Качественные показатели разбиты, но указаны конкретно, а не как раньше была одна качественная оценка, которую член комиссии выставлял по своему усмотрению. Теперь каждый предприниматель видит, какие показатели наиболее приоритетны для оценки. Теперь предприниматели будут иметь возможность возмещать проценты не только по кредитным, но и по договорам лизинга. Увеличивается сумма субсидий на закупку материала для народных и художественных промыслов с 200 до 400 тысяч рублей. По просьбам предпринимателей администрация расширяет действия субсидий на обучение. Теперь субъекты малого и среднего бизнеса смогут получить возмещение средств, затраченных на онлайн-обучение сотрудников. Сумма также увеличивается с 50 до 100 тысяч рублей. Проект постановления прошел процедуру оценки регулирующего воздействия, обсуждения с бизнес-омбудсменом Неницкого округа и предпринимательским сообществом.